Дорогие мои сельчане, дорогие мои коновельцы, Книнский край, гости коновела, от всего сердца всех поздравляю с праздником «Баранья ножка». Седьмого вечера начинались наряженки. И вот целую неделю шли наряженки. И выражили, наряжались, по домам ходили. Вот это называлось «шорть-йол», «овечья нога» переводится «шорть-йол». Барашки у любых народов, наверное, это ассоциация плодовитости и смирения, и чистоты. Мы в этот день просим у Бога такой же плодовитости, как у барашек, плодовитости и послушания. Вот блины рождественские печем. Мы с ансамблем «Конавел» покажем, как танцевали, как угощали друг друга наши предки, деды, прадеды, бабушки, прабабушки. Праздновали этот праздник в Шорок-йол. Просили терпения, просили хороший урожай и просили плодовитую семью, богатую здоровьем и силами. Шорть-йол – самый любимый, очень даже долгожданный праздник у марийского народа. К этому празднику народ готовился загодя. За неделю народ в деревне собирался в одном назначенном месте и выбирали для праздника отдельный дом, который имел большую площадь, чтобы мог народ деревенский собраться, разместиться там. В этот рождественский день праздник, конечно, праздник всегда начинал старейшина, которого называли «Карт». Аминь. 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 И после этой молитвы отведывали квас обязательно все, блины, а после этого только в дом входили ряженые. Ряженые ряженки в основном одевались своей национальной нарядой, но при этом были еще и в козу, козьи маски, бараньи маски, коровьи маски. Это символизировало то, что мы зависим от домашних животных. Домашние животные нас кормят, поят, одевают, чтобы подчеркнуть вот это все. Народ выходил в образе животных. Котя Totally. Котя noi! Котя klarvit. Котя такой! Ваши почёки. Вот это наши детвора, да, пожилые тоже люди все, кто желают, в общем, да, наряжаются во что они хотят и выходят из дома в дом ходили. И говорили у нас не колядовщик, а шарибары ходят. Домой заходят они, стучатся, заходят с песнями, с разными шутками заходят. И шарибары идут, шарибары идут, и тоже их хозяева тоже так же и встречали. Ох, шарибары пришли. Шарибары! 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 А им, конечно, детворя, или же кто там, взрослые, или угощения давали. Прежде чем зайти в дом, во двор, молибные слова говорили. Благословляли этот двор, благословляли хозяев, домашних животных. В этот праздник именно получали мы благословление от Всевышнего, от Бога, и мы это просили у Бога. А эти шарибары, кто заходят, не просто молча заходят, а с какими-то пожеланиями хозяевам, чтобы у них плод скота был большой, чтобы они жили в достатке, хлеба у них было всего вдоволь, чтобы они счастливо жили. Виноградное свое вино, сами выращиваем виноград, сами делаем вино, попробуйте, сами пьем. Все натуральное, все свое, все натуральное. Спасибо вам, гости дорогие. О, мечик-то держите или нет? О, мечик не держим, коровы держим. Ох, молодой, коровы держим. А давайте, смешите, а давайте, смешите, люди. Ряженые наряжались кто во что хочет, но обязательно наряженным надо было выходить три дня подряд, если три дня не выходит, то как бы какая-то часть греха его остается. А вот это, ряжались они в эти разные костюмы для чего? Чтобы смыть свои грехи, чтобы до следующего Рождества ходить, жить без греха, чистой душой. Вот с какой целью выходили они. У-у-у, всеми с толкотами. У-у-у, всеми с толкотами. У-у-у, всеми с толкотами. С днем, блядь, я маю, блядь, с Рождеством, с Шорок-Йолдене. Спасибо большое, что нам помогаете. Стантуем для толкота Хатымовича? Да. Давайте. Давайте. НИК СЕРГАЧАНЫ ВЕСЕРШКЕ КИДЕ ТАМПУЙОЛКАШЕ ХОП! 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 СОБИРАЛИСЬ НИКОМУ НЕ ГОВОРИЛИ. А НЕКОТОРЫ ГРУППОМИ ХОДИЛИ. Страшновато было, потому что группа ряженых встречается, если с другой группой ряженых, тут уже уступки дороги не было. Кто эту дорогу, тропиночка или там возьмет силой, тот и пойдет, а другие останутся уже валяться в этом сугробе в снегу. Вот так весело было. Но действительно никто не обижался на это. Три дня выходить старались. Кто-то, если не успел третий день выйти, ну, какие-то причины бывали, они все сожалели уж потом. Вот нынче остался один день у меня, но на будущий год я уж постараюсь как-нибудь. Сами себе обещания давали уже, чтобы чистенько им остаться и перед Богом, и перед своей совестью. Раньше, в древности, люди закрывали свои лица. Маски делали из бересты березовой или же просто марлю, простыню белую. И рисовали, кто чернилами, кто углем, рисовали и обезображивали до такой степени, чтобы не узнавали их. Вот молодежь наша была в масках Гая Фокса. Наверное, глубокий смысл этого праздника и ряженых было в том, что люди приравнили себя к животным, потому что перед Богом мы все равны. И просили у Бога, что для себя, что для своих животных, благословление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый приносил угощения. Угощали там же друг друга. Традиционными угощениями у нашего народа в этот рождественский шорокьёловский праздник Это квас, блины, мелна и орехи обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы только дома веселились, выходили на улицу, катались, играли, разные игры. А потом, конечно, шли гадания. Молодежь торопилась обязательно гадать. Девушки-парни или девушки-группами выходили на улицу и гадали. Муж какой хороший, добрый, фельдшер. Муж в кухмаре работает, а внучки вчера только из цирка из Казани приехали. Всё вижу, всё счастливое. Семьями тоже гадали обязательно на следующий день, первого дня Рождества, семья, сколько бы их ни было, выходила за сарай в огород и эти сугробы, кучки собирали снега. И это для чего было сделано? Чтобы жить в достатке, чтобы было вдоволь всего и хлеба, и скотина тоже, и на удачу в семье. Раньше, в древности, и сейчас, наверное, эти поверье остались. Девочки приходили в стойло, где стояли барашки, и вырывали, в темноте заходили и вырывали клок с шерсти. И кто какую шерсть вырвал, у того такой и жених будет. То есть или волосатые, длинными волосами, или короткостриженные. Вот у нас, девочки, одна вырвала короткостриженного, а вторая вырвала волосатого, совсем волосатого. Это ходили раньше, вот в мои годы, ворожить в баню. Кто петуха с курицей принесет в баню, да, и вот под этот ставят, под какую-нибудь посудину, и там поднимают. Некоторые эти разбегаются, а некоторые вместе ходят, значит, жить будешь так хорошо. Кидали через забор или через ворота валенки, кто валенки мог уже, кто что-то еще кидал, могли лапти. Валенки лежи, лапти носом, в какую сторону лежат, значит, твой суженый будет с той стороны. Шорукьё – это очень древний праздник, уходит корнями тысячелетия. В наших краях праздновали очень бурно раньше. И вот мы хотим возродить это все, показать народу, показать людям, те, которые не знают об этом празднике, что мы такие, что живут марийцы среди, в Татарстане. И у них свои традиции. Кнавел, переводится на русский язык, Книнский край. В этот Книнский край входят пять деревень. Это Старая Кня, Княгор, Чигайка, Мултан, Синерь. Книнский край вообще славится своими родниками. Наши родники называют, наши предки назвали Ши-Энер, что в переводе – Серебряный ручей. В любой деревне, что в Синерье, Ши-Энер – Серебряный ручей, что в Старокнях, что в Княгоре вот здесь, что в Чигайке – везде родники. И это для нас самое первое святое место. В древности наши предки ставали, где именно протекает или бьет Серебряный ключ. Именно в этих местах и останавливались, и освоивались наши деревня. У нас здесь есть также с древности святые места, святая гора, Кугуси мы называем. Проводим Большую молебен 12 июля. Леонид Александрович – это наш карт Книнского края. И он в подробности может все рассказать. Мы находимся на таком месте, вдали, в Витна. Здесь вот виден, это первое, ближнее, ближнее – это Марийское кладбище наше. Дальше, дальше у нас это самое место такое свершенное, называемое свершенное Роша Кугуси, где мы вот марийцы, как бы такой веры, как языческие веры, можно сказать, традиционной марийской веры. Мы там молимся, приносим в жертву барана. Это где-то 12 июля. А вот ближе – это гора, это тоже свершенная гора, Керемет Курук мы называем. Там у нас на той стороне вот есть еще Масер Курук, тоже вот такие свершенные места, когда вот не бывает дождей, когда засуха, мы просим, значит, у нашего бога, чтобы дождь был, а когда наоборот дожди идут так, чтобы прекратился дождь и так далее. Вот так мы и живем вместе, дружно, вместе с татарами, с муртами. Вот сегодня вы видели, наверное, здесь и марийцы, и вот мурт, и татары. Вьетнам даже были, да, вьетнамцы прежде, из Челнов, Москвы, Казани, из других городов. Очень вот так всегда вот так дружно встречаем вот любые праздники. Марийские праздники, есть и татарские праздники с татарами вместе. Дай бог и в дальнейшем, чтобы мы так вот дружно жили со всеми народами, которые проживают в нашем поселении. Раз, два, три! Мы нестиzysta, теперь опять, дядя? Дай бог! Я даже сейчас туда еще Lynn тут! Хоп! 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 Рождество, молодежь, да и пожилые люди тоже выходили играть с желанием. Их не надо было забывать. Народ сам предлагал. Они потешались. А ведь они в этих играх молодежь показывали свою сноровку парней перед девчатами. Девчата перед парнями. Там же выбирали уже для себя будущую невесту, будущего жениха. Силу свою, сноровку свою, удаль свою показывали. Вот для чего были игры. Раз, два, три! Раз, два, три! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Мы победили болезни, пережили трудные времена, пережили голод, холод. Вот в честь этого и танцевали эту восьмерку, эту чечетку. Субтитры подогнали Симон. Народ наш любит этот танец. И когда слышат звуки гармонии и тюнуре, это барабан, наши ноги просто так стоять уже не могут. Субтитры подогнали Симон. Праздник завершается хороводами и песнями задушевными. Эти задушевные песни, как в одном фильме сказано, сначала душу выворачивают, а потом заворачивают. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.